И всем доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Бенни и мы продолжаем играть в Team Fortress 2, хотел сказать в Garry's Mod, потому что в Garry's Mod мы уже много наигрались, так сказать, и нужно потихоньку выпускать Team Fortress, потому что давно более Team Fortress у нас не выходил, и теперь будем возражать ту самую тему с Team Fortress. О! Видал, мы только зашли и уже нашли газовый баллон, сейчас скоро еще будет карта меняться. Ааааа! Черт! Ладно, это в принципе старая добрая карта, где тут за нами бегает какая-то хрень синяя, я не знаю, что это. Тихо. Аааа! Эй-эй-эй-эй! Ай ты! Ты сосранец, понючий! Ну-ка! Мы нашли два баллона, и это хорошо, знаешь почему? Потому что мы сделали большой вклад в команду, но в принципе... А что мы нашли? Это, короче, новый предмет. Либо я чего-то не знаю, но, по идее, должно справа писаться, что это за предмет. Это самый редкий предмет. Самый редкий. Видал? Видишь, даже люди начинают выходить от такой офигенности. Так что вот так вот. Сейчас, в принципе, должна карта поменяться. Да, потому что вот так вот. Она будет вроде бы Fight Night at Freddy's или как-то так. Но, в принципе, ждем смены карты или будет эта карта. Все. Короче, началось все. И мы снова играем. Мы сейчас будем постараемся затащить, так сказать. Короче, сейчас у нас было голосование за следующий босс пак. Ну, в принципе, все это нормально. Мы сейчас пойдем с тобой найдем газовые баллоны. Так сказать, затащим. Ну, тут вроде как был газовый баллон, да? Да, вот он, газовый баллон. А потом на нас напал какое-то существо! Вот оно бежит как раз. А мы потом прибежали вот сюда вот. А нет, мы сюда не прибегали. Тут тоже ничего нету. Ну, ладно, мы сейчас пойдем куда-нибудь в эту сторону. Блин, главное сейчас с тобой не разбегаться. Испугался. Потому что если мы будем бегать, то у нас не хватит энергии, чтобы потом свалить. Мы будем, в принципе, больно сильно использовать фонарик-то не будем. Потому что вроде где-то я слышал то, что фонарики палят тебя. Если ты используешь фонарик. Когда ты ходишь без фонарика, есть шанс вероятность, что тебя не заметят. Это я где-то слышал. Я не могу сказать точно, правда это или нет. Но я слышал. Данная теория не может умереть, так сказать, на слухах. Потому что все-таки, возможно, настраивали искусственный интеллект. И это, в принципе, абсолютно нормально для Слендер Фортреса. А почему? Почему? Какой-то со спины-то напал на нас. Ага, вон он. Так. А где Слендермен? Че все трясется? Тихо-тихо-тихо-тихо. Флаттершай. Флаттершай, пошли. Флаттершай. Пошли. Че-чем, я нажал на F? Все, семь из девяти. Семь из девяти контейнеров, и мы нашли один. Мы внесли вклад в нашу победу, и мы будем идти медленно. Что тут у нас есть? Темно, как в одном месте. Причем, афроамериканское место. Так что, будем вглядываться посильнее, чтобы нас, так сказать, не заметили, и все было нормально. Но мы сейчас пойдем на другую сторону, чтобы там найти баллоны. Потому что нас осталось трое. Нас осталось трое. Давай. Кто-то казачка танцует? Флаттершай, подожди. Ну, Флаттершай. Я не помню, Флаттершай. Кто это такой, Флаттершай? Я помню, что-то такое было. Что-то, что-то, что-то было. Я не помню, конечно, что, но я где-то слышал Флаттершай. Я не помню, что это. Если ты знаешь, напиши в комментарии, мне будет интересно прочитать. Так. Пошли. Флаттершай. Она явно знает, что делает. Потому что Флаттершай, я сомневаюсь, что это женское имя. Кто Монробику танцует? Ладно. Давай, давай. Ты узнаешь, куда идти? Я на тебя надеюсь. Так что не подведи меня. Нету тут никого. Так что бояться нечего. А. Она явно знает, что делает. Так что давай, будем реально идти за ней. Это, знаешь, путь к победе. О, сейчас Кал, сейчас Кал нам еще присоединиться. Ну, давай, глянем. Что тут у нас есть? Нет тут ничего. Так что, можем идти дальше. Еще музыка такая. Это вроде как из Left 4 Dead. Если я не ошибаюсь. Это из Left 4 Dead музыка. Даже теперь накладывать музыку не нужно будет. Тут уже есть музыка. Если будет в каждом раунде музыка, то и можно будет и не накладывать. Потерялся. Потерялся. А, Флаттершай. Подожди. Флаттершай. Не уходи от меня далеко. 20 секунд осталось. А нам осталось найти последнюю канистру. Спасибо. Да, 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 спасибо. Но мы сейчас с тобой сдохнем. Ты понимаешь это? Это единственный необъемлемый факт, который сейчас произойдет. Да. 5, 4, 3, 2. А я, знаешь, я в коробке спрячусь. А я в коробке спрячусь, да. И синий победили. Я вот не понимаю. Лучшая команда синих. Они ничего не делают. Они на базе сидят и отдыхают. А тут еще лучше, как сказать, игроки команды. Но сейчас меняется карта, и сейчас будет Five Nights at Freddy's вроде как. Это ФНАФ. Я давно не играл во ФНАФ именно в Team Fortress. Это было очень давно, когда я в последний раз в него играл. И в принципе, да. Да, мы возвращаемся во ФНАФ. И да, я ссылочку на сервер оставлю в описании, чтобы вы тоже могли зайти, так сказать, и побаловаться со ФНАФом. Тут, короче, все слендер-карты. Это русский сервер. Правда, я микрофоны подключал, чтобы гула, так сказать, не было. А было страшно, страшно. Я даже, даже, не знаю даже, что сказать. Мы должны бояться. Бояться, пугаться. А наша задача найти что-то. А что найти надо? А мы сейчас, короче, за Хэви играем, если ты понял. Ну да, в принципе. А теперь выживете ночь. Пять минут. Я никогда не выживал до конца. Ладно. Пошлись. Будем... Да, елки-палки. Нос. Снова чешется. Вот у него прикол. Вот как только я записываю Тим Фортресс, так сразу начинает чесаться нос. А именно Слендер Фортресс. Спасайтесь. А, наконец-то, почесал нос. Зараза. Ой, там кого-то, что фанели. Да? А, у нас же бесконечный фонарик. Ну, елки-палки, ну, елки-палки. А? Да как так-то? Сижу, экономлю фонарик, а он вообще бесконечный. Экономия? Десять секунд постою, и я умру. Да ладно. Ну, ладно, буду, так сказать, ходить. Пойдемте-ка мы сюда. Никого нет? Ха! Ха! Ха-ха-ха! Работает спецназ. Никого нет. Будем, короче, сидеть здесь, потому что... Тут, я смотрю, аниматроники особо сюда не идут. Так что, можно будет тут посидеть. Что за питнейм, бэй... Питнейм Дэйкс? Что это такое? Питнейм. Все пишут питнейм. Я не знаю, что это означает, если честно. Вот так, микрофон поближе сделают. Чтобы было меня, так сказать, получше слышно. Вот так вот. Все, прикинь, вот сейчас мы вообще всю ночь выживем. В принципе, ходить от одного места к другому, это не так весело, как могло было показаться на первый взгляд. Но все равно, нам нужно выживать еще три минуты. А нас осталось трое, и с нами еще Петросян. Ха-ха-ха-ха-ха! Он пошутил. И в принципе... Да. Но его зовут типа Петросян. Бустер какой-то. Петросян. Маскируется. Да. Так что... А нам осталось еще выжить 2 минуты 50 секунд. Да. Теперь 49, 48. И так будет уменьшаться каждую секунду. Интересно, мы выживем? Вот мне вот сейчас реально самому интересно. А если мы выживем, куда нам бежать? Мне больше всего сейчас интересует. Если мы каким-то чудом выживем, то по-любому будет какая-то точка эвакуации. О, а живые люди какие-то бегают. Блин, у меня плохое предчувствие насчет выхода из подвала. Давайте лучше не будем выходить из подвала, а в последующих раундах лучше будем выходить. Потому что я хочу хоть раз победить во ФНАФе. Я никогда не побеждал здесь. О! Да выпедривались. Да поднимались наверху. Да? Хорроры. Всегда не переносил хорроры. Вообще противопоказано мне в них играть. Я вообще не могу. Я вообще... Нельзя мне в них играть. Так что вот так вот. Нельзя мне вообще в хорроры играть. И даже вот в Слендер Форте, если тут даже... Ты можешь сказать, ничего страшного. Тут такого нету. Тут шпион вылазит. И я начинаю его бояться. Какой беспредел-то творится. Минута 44. Минута 43. Минута 42. Минута 41. Минута 40. Что за магия? А, все нормально. Все нормально, это мне показалось. Сколько там времени вообще? О! Еще... Сколько там? Запись идет 13 минут. Ну это нормально. Нормально. 13 минут это еще мало. Только середина. Середина всего искусства. Но мы держимся. Я так давно не заходил в Слендер Форте, и я думал, сейчас буду всю серию быстро погибать. А представляешь, скилл накопился. Он закрепился. И мы, так сказать, выживаем. Но к нам что-то аниматроники не идут. У меня такое ощущение, что тут вообще аниматроников нет. А, все, понял. Игра понела то, что есть четыре понемножечку. Поэтому начала мне придавать предупреждение. Если в течение 10 секунд вы не начнете двигаться, вы будете схвачены. Ни хрена себе. Ни хрена себе. 10 секунд не двигаешься и тебя поймают. Да, если ты в туалет захотел, а? Или нож зачесался и ногу сломал. Что делать? Схватят тебя в любом случае. Даже если ты находишься в мега-пупер-супер-пупер-защищенном месте, тебя схватят. Ни хрена себе. Да, я сделал это. Да, я сделал это. А как я боялся, что сейчас меня поймает. Ну это же хорошо. Да, Хэви, Ридли. Очень хорошо. Да, покатайте на машинке. А у меня нет машинки. Я буду танцевать казачка и ждать следующего оралка. Паркур. Давай попробуем затащить в паркур. Давай, сейчас мы постараемся проверить свои навыки, выработанные годами. Но мы сейчас постараемся. Мы уже прошли, в принципе, два уровня сложности, и мы уже ближимся к победе. Победа за нами. Некуда отступать. Сзади другой уровень. Но мы не будем идти на другой уровень. Мы будем проходить до конца. В принципе, не важно, за кого ты играешь. Скаут это или Хэви. Но ты должен пройти это. Не важно, кто ты. Да. Хэви самый медленный персонаж в игре. Но видите, что он творит? Какие? Так сказать, магию вытворяет. О, со мной там еще один Хэви. Вот наглядный пример человека. Смотри. Хэви тащит. Хэви паркурист. Представляешь, мы вот тобой, то, что в прошлых сериях того, паркурили, все накопилось, и у нас, короче, закрепилось. Прям, знаешь, скрепками прям так закрепилось. Следующий раунд снова будет за нами. Мы снова, так сказать, Хэви, и мы снова будем стараться выживать. Но теперь уже не в подвале. Мы будем стараться вылезти на поверхность и будем выживать, так сказать, там. И это все будет очень хорошо. 12 человек сейчас с нами играют. 12... 12 человек, ты понимаешь? 12 человек сейчас в данный момент с нами. Ну, там 6 человек наблюдают. Дискриминация. Но все равно. Мне кажется, почему... Ну, в принципе, да, это автобаланс. И это правильно. Тут сидит у нас Фокси. А куда идти? Бля! Ха-ха-ха-ха! Я думал, тут будут аниматроники! Я думал, тут будут аниматроники! Как я перепугался-то! Фух! Ну да ладно. В принципе, все нормально. Мы продвигаемся дальше. Мы хоть и испугались, мы узнали, что нас ждет. А вот с Лендерменом, в принципе... Не, мы от него прям вообще слегка с него... А от него из... Слендермен, ты... Ты хоть совесть имей! Ты сзади или спереди? Определись ты уже! Немчо, искусственный интеллект, что ли, поменяли? Слендермен... Слендерменом не было, а то, как знаешь... Идешь-идешь ты такой, и потом вах, и за угла Слендермен! Ты такого реально не ожидал бы. Так, тут нет Слендермена. Тут тоже нет Слендермена. Тут тоже нету. Тут тоже нету. Найн! Там медики что-то там спорят. Негр с медиком что-то там спорит. Бля... Блин, извините, ребят, за вот такие вырывания. У меня просто, знаешь... У меня сердца хватает, когда я его вижу. Я давно не играл в хоррор, и у меня реально... Я уже в Слендермене начинаю бояться, хотя, по идее, он не такой уж страшный. А я, что-то прям, хватает меня, прям, не знаю, за все, что возможно. Нет, Слендермене. Так, пойдемся-ка мы в кабинку. с охранником. То есть, получается, там у нас, по идее, будет безопасно. Мы закроем двери, и все будет только хорошо. Я снова испугался шпиона. Ну-ка, а тут что у нас? Вот так вот делать опасно. Вот если... Уходим отсюда. И никогда нельзя находиться в тупиках, особенно в Слендерфордерсе, потому что если Слендермен тебя поймает, или начнет к тебе приближаться и на тебя заагрится, то все. Ты погиб. У тебя нет никаких шансов. И, в принципе, если, допустим, тот же самый прикол с аниматрониками, если ты встал в угол... Вот, вот сейчас я вот сделал очень большую ошибку. Я прыгал и не смотрел. Не смотрел на экран. А надо смотреть на экран, смотреть, чтобы сзади Слендермен не подошел и не вжухнул. Так сказать, сзади. Потому что Слендермен любит сзади подходить. Очень сильно любит он сзади подходить. А то как поймет, как... И все. И проиграешь ты. И будешь сидеть в лобби ожидать остальное. Придется сидеть и ждать, действительно. Будешь там на телефоне искать фильмы, смотреть и потом ждать, когда у тебя, так сказать, начнется следующий раунд. Но, в принципе, мы с тобой выживаем. Предлагаю просидеть в этой комнате, так сказать, еще одну минуту. Ну, полторы минуты. Или хотя, да, ровно минуту. Потому что 30 секунд открывается дверь. И мы с тобой досидим. И мы уже дважды победим. Если честно, я не ожидал, что я когда-нибудь побежду в Слендерфортресе. Так сказать, именно на Слендерфортресе на карте ФНАФа. Потому что она, по идее, сложная. Хотя сейчас я вот сижу и ничего сложного не вижу в этом. А я прям умирал. Я никогда не мог досидеть до конца ночи. А находились такие персоны, которые досиживали. Ну, тут, правда, был не Слендермен. Тут были аниматроники. И их было несколько. Тут был не один какой-то там аниматроник. Там их было четверо. И поэтому было сложно, так сказать, определиться, куда идти, куда не идти. Но Слендермен что-то на нас забил. И он больше не хочет к нам идти. Он с нами больше не дружит. Либо эта комната для него слишком маленькая. Думаю, нам уже пора... Двоих зачупанили. Представляешь? А мы сейчас с тобой начнем выбираться. Давай, давай. Скаут, мы с тобой вдвоем выжили. Все, идем. Давай, скаут, вперед, вперед. Вперед, скаут. Да, да. Затащили. Прям вообще хорошо затащили. Уже второй раз, представляешь? Второй раз. Сейчас еще несколько раундов сыграем, и уже будет 30 минут, и можно закончить серию. Короче, какой-то бонусный раунд начался. Я спросил у ребят, и они говорят, что тут будет какой-то новый монстр, и мне уже страшно. Я не знаю, что это будет. Какой тут новый монстр еще может быть? Тут-то... Тут-то всего-то... Я какую-то музыку слышал. О, танцующие шпионы. Ну, танцуйте, танцуйте. Вас потом зачифанят этот новый босс. Я его... Я, правда, не видел его еще. Давайте посмотрим в подвале, потому что обычно монстры прячутся в подвалах. Это как по стандарту всех хорроров. В принципе, думаю, наверное, это будет последний раунд, и мы с тобой, так сказать, закончим. Мне показалось, что-то у меня сзади, блин, в спину вот так делал, и я же начал врезаться, блин, этот тупик. Нифига не видно. Вообще, нифига. Вот нифигушеньки не видно. Вообще, просто вот такая темнота. Я не видел нового босса. Получается, что-то ребята напутали. Это, вроде, тот же самый Слендермен. Ну, да ладно. Пати шпионов. Сколько? Раз, два, три, четыре. Пять, шесть, шесть шпионов. Шесть шпионов. Шпионы захватывают этот мир. Шесть шпионов, два скаута и один негр. Один демомар. И это... Это бестекстурный Фредди, действительно. Что тут может быть необычного? Чего может быть лучше, чем бестекстурный Фредди? Это бестекстурные текстуры карты. Только это может быть хуже этого. А так нет. А, там Слендермен. А я прям на него бегу. Ха-ха. Привет, Слендер. Ха-ха. Давай дружите. Но так делать не надо. Потому что это плохо закончится. Для всех. Ну, если, допустим, я один останусь, то... Если я один останусь, и всех поймают, и я останусь один, чтобы победить, и если я подойду к Слендеру, то это закончится очень плохо для красной команды. И красная команда, так сказать, проиграет. Ясно. Слендермен, там, лунную походку сделать. Майкл Джексон на себя. Слендермун. Черт. Слендермен на меня заагрелся. Он теперь меня не отпускает. Ах, ты же сранец. Че ему тут от меня надо? Он прям за мной заагрелся. Чувствую, мы не доживем эту ночь не до конца, потому что ему чем-то понравился я. Ему чем-то я его зацепил. Что-то ему во мне понравилось, этому Слендермену. Ах, ты извращенец, Слендермен. Вроде взрослый, длинный мужчина, а ему... Шпионы нравятся. Что ж за дела? Надо подальше держаться от этого Слендермена, потому что он какой-то нехороший. Так. Среди никого нет. Мне кажется, мы сейчас еще и в этом раунде победим, а можно будет закончить, в принципе. Обычный Слендерфортес. Никакого экшона я почему-то не ощути... Ну, как ощутили, конечно же. Пересрались ели, как, я не знаю. Но я терпеть не могу хоррор, поэтому для меня это было страшно. Там кого-то даже выгоняют. Наверное, там что-то... А, кто-то хочет сменить карту. А я людей отключил. Я не слышал, о чем они там говорят. Наверное, что-то обсуждают, что-то там свои решения решают. Что-то там голосование устраивают. А мы тут ходим с тобой и смотрим, ищем... Ждем выход. Ждем еще одну минуту, и мы побеждаем. Да? Да. Так что, ждем. Сейчас двери откроются, Сизам откроется, и мы победим. Ну, в этом раунде, да, уже достаточно много людей побеждают. Потому что, если в прошлый раунд осталось по два человека, то в этом раунде остается целых... Семь. Слендерман. Ах, он засранец. Ну, сейчас двери откроются, и мы выйдем. Да? Да. А, зеленого убили. Дотанцевался. Я же говорил, что будет танцевать и умрет. Ясно, ясно, ясно. А! Собака. Черт. Вот я испугался-то, а? Вот так вот. Ну, в принципе, по времени можно закончить серию. Мы оденем на себя коробку, подойдем к шпиону, И закончим серию В принципе, ребятушки, вот такая вот серия получилась Если вам понравилась серия, ставьте большие пальцы вверх Подписывайтесь на мой канал С вами был я, Бенни Всем удачи, всем пока, друзья IP будет в описании Всем пока Продолжение следует